я вас приветствую это снова санек автор игры self loss настало время для 4 деблога с выхода прошло прошло довольно много времени и на это были свои причины у меня было много работы но он и сейчас остается много общем проектов университетских да по университетской работе было также много времени потрачено на быструю подготовку к конкурсу от эпиков и дисгастинг мэн я думаю часть из вас уже слышали об этом конкурсе скоро должны опубликовать список всех участников которые проходят там четверть финала что-то типа такого всего был заявок я слышал подана больше 200 общем не помню точнее число на каш 250 или 270 даже может быть я ошибаюсь чуть меньше но точно больше 200 и будет отобрана 150 надеюсь его стоп падет это уже второй год моего участия на участие именно игру и игры self loss а в этом конкурсе посмотрим какой-то раз будет обещать что будет очень много именно освещение освещение игр всех в масс-медиа различных пабликах а это наверное самое важное для всех индюков в нашей части света по поводу того что я сделал за это время на самом деле сделано было прошедшего дивлога довольно много всего но это почти всегда были какие-то мелкие исправления мелкие добавления контента и я как-то конкретно даже не могу сфокусироваться на чем-то одном и как в прошлый раз вам показать механику и локацию просто потому что но если бы совсем крайне даже ничего не записывал из-за своей занятости и по прошлые видосы я прям старался выписывать блокнот типа туда добавил это добавил это добавил рун и руническую механику добавил анимацию новую и так далее вот часто нет все время за него подготовка к дисгастингмену а также я готовлю в общем-то демо в адекватном более-менее состоянии до публичная демо которая я обещаю но тем кто меня знает уже довольно давно наверное уже полгода точно и простить сразу за такое долгое ожидание просто каждый раз в проекте появляется какая-то вещь которую мне хочется исправить от либо какая-то ошибка баг либо вещь которая в плане геймдизайна не хочется исправить мне хочется как-то делать демо которая бы не отражала бы какого-то финальной идеи игры я бы так сказал поэтому поэтому я это демо так задерживаю очень это грустно но и появилась хорошая новость которая полностью же сказать не буду в общем я вообще за все это время показал сделаю я с несколькими издателями говорил разговаривал по дискорду зуму и так далее были российские и западные тоже и вот сейчас недавно я буквально меньше даже чем неделю назад я получилось поговорить с одним достаточно крутым западным издателем что из издателя пока говорить не буду и мы с ними договорились тоже в общем то что они будут ждать мой демку и уже после неё там они скажут свои мысли и эмоции но это мне кажется это топовый издатель для такой игры как self loss также дофига занимался музыкой для игры писал ну композиции конкретно музыкальные там под отдельные локации отдельные ситуации сделали три или четыре наброска трека вот один сейчас играет на фоне ambient он вообще не для этой локации планируется но это просто новая одна из новых локаций на которые просто проверяя какой-то дизайн общий визуальный для такого типа подземелья скажем так что в игре будут подземелья но они не в том не классическом rpg понимание как ну типа подземелья там кучу монстров убила убиваешь ты прокачиваешь тогда это что в игре опять же на данный момент в игре не планируется явная прокачка какие-то навыки и так далее то что игра сюжетно-ориентированная все-таки больше адвенчура чем rpg но это будет подземелье ближе к тем что были в последней зельде которая bref of the wild при этом дизайн тех подземелья и он не нравится концептуально но мне не нравится как исполнен то есть если кто играл ли кто помнит как они выглядят вообще подземелье что не играл нас смотрел там видео стримы и скриншоты видел там подземелье выполнил очень минималистично но бедно мне не кажется что это была их направленная идея сделать бедные плане дизайна подземелья они подземелья в зельде всегда для меня оказались такими слишком масштабными при этом слишком плоскими тот же момент в них были достаточно однообразные ассеты текстура в них как бы они у них были интересные мотивы самих текстурах моделей но мне показались надо слишком хаотичными или безвкусно расставленными все было всегда слишком синее слишком яркая иногда качество эмиссива эмиссива вообще на этих локациях шрайнов был такое зашкаливающее что тяжело было играть там или посмотреть на потолок думаю этот просто связан с тем что их подземелье в зельде этом около 200 штук у меня в игре не планируется 200 подземельей каждая подземелье должно научить какой-то конкретной игровой механики новый и всего где-то в игре я думаю будет не больше пяти поэтому естественно внимание дизайна и на пополнению этих подземельей в плане там контента моделек и событий я уделяю большое ну вот видно кстати что на стене light map и еще плохого разрешения поэтому такие точки от свечей вот кстати одна из новых механик это отодвигание стен с помощью света посоха это одна из его возможностей а когда вы посох прокачаете до какой-то степени он сможет не просто взаимодействие с магическими объектами и еще воздействие на них физически отодвигать здесь какой-то произвести какое-то давление так можно отодвигать себя противников или даже взрывать некоторые элементы их доспехов и так далее наверное про self loss все я имею ввиду про про те новые вещи которые в нем появились понимаю что вообще информации мало и какой-то рассказал и конкретики мало по самой игре но как как уже говорил просто слишком много вещей добавил за последний месяц и если боюсь про каждую распинался вышло бы видео на два часа где этого не хочу я какие-то вещи раскрою обязательно все равно так или иначе в будущем будущих выпусках кроме появятся какие-то новости о том когда уже выходит демо договорился я с каким-то издателем и не договорился и так далее а сейчас я бы хотел перейти как бы второй части дивлогов своих это обсуждение какого-то вопроса и частый вопрос который я получаю и выписался выписываю регулярно это то как проходит типичный как бы пайплайн разработки игры у меня но мне кажется он у всех индюков примерно одинаковый на самом деле вот и к счастью я эту тему достаточно хорошо рассказал уже в своих отдельных лекциях которые не находятся в личном доступе по моему эту лекцию именно про пайплайн разработки и рассказывал для какого-то онлайн курс и она была платная но я из него отрывочек все расскажу в общем то и этот кусочек называется как бы паттерн у меня прихода как бы от идеи конкретному прототипу уже и по факту это не происходит с каждой игрой вот мой личный паттерн он происходит он является вот таким вот в первую очередь я всегда определяюсь главным героем вообще своей игры имеется ввиду наверно даже в первую очередь его визуал во вторую историю вторую очередь это его история и в последнюю очередь уже за счет истории определить какой-то характер этого персонажа ни разу меня не было чтобы я игру делал от чего-то исходя от другого не от персонажа всегда был в центре главный герой причем в самой игре сюжет на это мог быть и не обязательно как бы игра могла быть не столько про главный герой сколько может вообще про мир игры и про какую-то абстрактную идею как меня как автора но так или иначе я мне всегда важно было сначала понять как выглядит главный герой может какие у него анимации и какое его место в истории вот это самое главное и как только с этим определялся в целом я уже мог переходить конкретно какой-то имплементации и имплементация у меня опять же начинается как я начинаю думать в первую очередь главным героями всегда очень важно сделать модель этого главного героя то есть это какой-то меш скелетал меш какие-то базовые анимации поначалу можно брать миксама потом как правило их можно там подредактировать либо записать свои у меня в сэлф лоссе наверное у меня в сэлф лоссе на самом деле большое количество анимаций многие из них просто плохо сбленджены еще я эти мер буду заниматься попозже и наверное мне кажется 70 процентов анимации на самом деле все таки сделаны были в блендере полностью вручную записано остальные 30 процентов это наверно миксамовский но и то от них там уже честно говоря мало что осталось мне почти все перед активно в том же блендере либо в анриле потому что у меня все равно дед бегает с посохом он постоянно что-то в руке держит там либо серп либо посох естественно миксам и тяжело найти анимации мне кажется нет анимации где персонаж бежит с чем-то конкретно таким в руке вот после того как я уже сделаю модель персонажа я сделаю все основные анимации я ставлю этот движок юнити ли анрил сейчас уже с анрилом да я помолодился и смотрю просто как он выглядит вот в движении он может просто это обычно это айдловая анимация персонажами стоит дышит и я пытаюсь понять вообще это это тот персонаж на который готов как бы постоянно смотреть и который будет интересен игрокам я пытаюсь как-то так воспроизвести себя со стороны игрока он вообще клевый персонаж я симпатизирую ему или нет и если все кем я все устраивает то я продолжаю я уже перехожу к следующему этапу я начинаю разрабатывать какие-то исключительные core механики исключительные в том плане то есть это не просто там механика передвижения но во-первых в анриле почти всегда уже все это имплементировано да в этих стандартных пэккеджах там для контроллера от первого лица для контроллер от рейс лица там их много штук 20 разных видов управлений и именно то есть имплементировать какую-то механика которая будет являться это особенностью игры ядром этой уникальным ядром этой игры и салф лоссе в случае салф лоссом естественно у меня очень быстро я пришел к тому что и механика посоха которым мы управляем другим стиком до или мышкой в случае клавиатуры управления пока независимо от самого персонажа и одновременно то есть мы там как по аналогии с бразер стоял 100 санс да где мы каждым братом управляем одновременно и независимо также и тут и как бы я пытался репериментировать механику она у меня достаточно быстро появилась в голове как только я сделал я попробовал поиграл и понял что в целом это это может быть не сверхуникальная механика в своей сути да опять же я уже склабра бразер стоял санс я уверен были еще игры где какой-то есть такой одновременный input как бы с двух допустим стиков но тем не менее это не самая частая механика я подумал блин это классно это должно зацеплять игрока и я имплементировал еще парочку механик там с посохом реализовал атаку серпом но это обычная достаточно механика до атака просто посмотрел как это выглядит уже в плане вот взаимодействия этой механики с миром я поставил какие-то камушки поставил объект который реагирует на посох и в целом прикинул вообще как вот будет это выглядеть и чувствоваться когда будет игра уже насыщена контентом когда будем хейтом посохом на все подряд светить так далее может какие-то интересные ситуации можно будет сделать в игре к дед хоть без посох он теряет может быть его и грустить по нему или как ему тяжело сражаться с персонажами с врагами когда он без посоха как он тяжело находиться в темноте когда у меня посох который может ему светом посветить как фонариком да и вот когда я уже чувствую что это для меня ок это я не должен обязательно не обязательно чувствовать восторг от игры потому что я дойду до этого когда нужно пытаться понять ты чувствуешь восторг от игры нет я еще извиняюсь за шум это у меня крыса там в коробке хрустят и копается вот когда я имплементирую эту механику я начинаю делать небольшую часть уровня но важно понять что я это не скорее всего даже мне кажется это неправильный подход но я вот когда другие люди нормальные не дебилы люди делают blackout я как дебил последний я делаю часть уровня может маленькую 15-15 метров с финальными просто моделями уже вот с контентом который уже предрелизного качества то есть он полностью красиво замоделен затекстурирован там сесть мапы нормам и хаймапы если они нужны в словосе их не очень много всякие анимации для этих объектов уже прям все шейдера нормальные там трава колышется и так далее я это делаю чтобы вообще посмотреть в финальном виде игра она как бы секс или не секс и вот когда я соберу этот кусочек уровня полностью в финальном варианте визуально с этой одной-двумя core механиками которые уже работают и просто где можно нам бегать что-то нажимать и как-то что-то взаимодействует вот я этим занимаюсь в течение месяца правило у меня уходит среди такой прототип вот такой прототип по такому паттерну уходит месяц и если я понимаю через месяц что я не устал от того что я делаю значит это та самая игра которой стоит заниматься которую стоит доводить до релиза в steam или там другую платформу куда хотите потому что как правило ну по себе заметил по крайней мере что-то у меня вот срок когда мне начинает тошнить от игры вот тошнит в том плане что все я не могу заниматься каждый день то что по-хорошему как так занимаетесь вы занимаетесь им каждый день по кучу часов это не то же самое что на работу сходить как правило если вы горите этим творчеством разработка игр то вы будете все свободное время тратить на это и вот когда так месяц регулярных сажать за компьютер так вот сидение по 19 часов все спина болит геморрой так далее вот если через месяц вам не надоела эта игра значит стоит это делать для меня это всегда работало так собственно все игры и дошли до релиза помимо них я должен сказать что у меня было но прототипов мне кажется уже за эти последние четыре года были наверно около ста прототипов может быть даже больше я делал и некоторые прототипы игр я делал просто за сутки и там даже до контента не доходило понимал что на кубиках там двигающихся прыгающих уже понимаешь что это какая-то баночная либо говно либо мне лично моему темпераменту это не подходит что очень важно понять я несколько раз пытался детские тигры в духе там ну не три в ряд но там какой-нибудь кликер там фэнтезийный может быть красивой графикой и игра получалась может быть окей по прототипу потому что я как на был случай я давал даже прототип играть своему другу и он говорил типа блин санек продолжает делать прикольная игра но просто по моему темпераменту я понимаю что нет вот я люблю делать игры про про грустных дедов которые ищут способ исцелить свою душу или там игру люблю делать про ржавых роботов но только чтобы это на самом деле задумка была не про роботов вообще а про какую-то депрессию и так далее и все у меня такие другие прототипы просто не идут когда я понимаю что они не подходят мне эмоционально это то же самое что искать себя партнера на самом деле там искать человека там с которым ты хочешь какое-то время в жизни прожить да во первых точно так же применяется правило месяца для меня то есть мне быстро люди я понимаю человек не как-то не подходит это может быть не обязательно какой-то сексуальный партнер может быть друг вообще вы сидите товарища вы общаетесь на выставках знакомитесь вот через месяц ты смешал человека думаешь хотел бы с ним пообщаться если я не хотел бы пообщаться наверное я забываю этого человека на всю жизнь и просто вы очищаясь памяти а если хотелось бы то ну как минимум у меня уже хорошее вспоминание если его вижу второй раз я наверное обрадуюсь что можно снова с ним пообщаться и таким образом вот эти четыре пункта я перечислил да то есть определиться с главным героем сделать удовлетворительную модельку и анимации главного героя сделать одну-две корр механики и четвертый шаг сделать финальный релизный вариант кусочка уровня в плане дизайна и визуала контента и вот понять это тебе все еще нравится если это не похоже на то что у тебя в голове было задумано значит что то не так вот такой вот у меня паттерн это общий паттерн в плане контента потому что часто все-таки спрашивают тоже людьми подразумевать под этим вопросом как тупой план происходит разработки как бы как готовится контент и так далее вот когда я прохожу вот этот первый этап в целом до базовый когда определился вроде что про что мне игра то в целом разработка каждого уровня я всегда веду разработку от лава дизайна просто потому что я делаю я считаю что я делаю это один я не могу продумать всех игровых механик самого начала разработки игры и посыл флос и по всем остальным играм я это постоянно вижу то есть очень много классных игровых механик которые ты понимаешь чувствуешь прям сердце вот эта интересная фича они приходят просто вот так вот ты сидишь что-то ковыряешься там разные штучки пробуешь ставишь там уровень расставляешь и там где-то что-то забаговало часто и ты смотришь думаешь блин как классно это работает и это добавлю в игру как будто бы так и задумано и по факту так происходит у меня всегда есть какая-то визуальная идея того уровня места какого-то где должно при должны происходить события начинаю с них я причем в дизайне использую подход и я самому называю такой развертывочный подход это когда я вот намечаю какой-то маленький кусочек уровня даже может быть сначала еще и в таком полу блокауте и я проигрываю его итеративно то есть я такой поиграл там какой-то может маленький пазы к этом месте есть на этих 10 картах метрах если все более более-менее нравится я раскрываю еще на 10 метров потом еще 10 метров и мягко разрастание такое идет развертывание уровня вокруг себя насколько я понимаю по камере те лекции которые смотрят там по и геймдизайну дизайна тех же там ноте док у них все равно так иначе полный блокаут уровня примитивной на которой они уже добавляют какие-то отдельные ответвления и так далее я иногда так пробовал хороший вариант но у меня уровень так получается медленнее делать и я раз с кем разговаривал с разработчиком то работа тоже с 3d индюками очень многие делать классический блок аут но это считается признан более правильным вариантом мел не работа например мне нравится развертывать уровень я так это как в лего собирать когда ты бездумно собираешь лего бывает и просто кубики стакаешь так и шаха бывает что-то получается вот у меня точно так же происходит про за счет того что опыта просто тоже за четыре года я уже как бы научился как-то чувствовать прислушиваться к своему взгляду там и мыслим что целом у меня ошибки редко так получается при таком подходе и потом я делаю модельки blender до блендере я стараюсь я не пользуюсь никакими особыми плагинами для блендера и защищенную я вообще стараюсь избегать плагина по максимуму вообще в любом инструменте мне это кажется просто это отвлекает и тратит время каким-то образом мне нравится чувствовать во всем гладкость я вот не любил шероховатость технологии когда появляются какие-то маленькие фичи которые те отвлекают может быть они упрощают даже работу мне плевать я даже не хочу на это время тратить разбираться там лишний раз куда-то нажимать лучше акты по старинке более классическим способом все сделаю но я буду знать четко вот трубу по которой контент прошел допустим и после того как я уже развернул какой-то один уровень я на нем начинаем и тоже появились скорее все пока я развертывал я вывески дополнительные игровые механики интересны и вот большой уже уровень по факту он и становится для меня вертикальным срезом то что так все называют говорят что так паблишер унести вертикальный срез по факт такой развернутый уровень который изначально начинался как 10 квадратных метрах с одной core механика он превращается там в 100 квадратных метрах метров там с пятью может быть игровыми механиками и уже это то что можно в общем-то возить на шоу кейсы это что можно представлять эти демо версии для там издатель и просто сми масс меди и так далее там блогеров и сейчас со флоссом такая проблема что у меня даже не один такой большой уровня даже можно сказать два с половиной и я только-только буквально несколько месяцев назад начал понимать какие вещи мне точно не нужны и начал останавливаться в добавлении игровых механик отрезать те которые не нужны неинтересно и который может не вписываться в тему игры и оставлять и улучшать только те вот которые уже прям эссенциально для игры я чувствую что они если на них сфокусироваться они будут именно самыми интересными и это наверное самое главное что происходит приходит с опытом разработки игр это это чувство чего надо отрезать они чего надо добавить всегда частая проблема всех индюков как бы позволить себе отрезать контент и удалить его там да ладно когда это просто какие-то модельки а другое делка это вообще что-то за программирование может запрограммированная к эта механика сложно которую ты там делал два месяца а потом понимаешь что ну в общем-то это говно и не нужно в этой игре в твоей касательно сюжета все на самом деле сложнее и с селф-лоссом получилось так что сюжет для игры я придумал практически за день и он мне супер понравился то есть основная история канва история о том то как бы какой путь должен преодолеть дед и что должно произойти в конце как бы какой вывод он должен для себя сделать это все произошло реально просто за день я обсудил сюжет игры с другом который тоже разработчик игр и как бы ему вроде понравилось а он так скажем критикующий человек особенно сюжеты и я понял в общем что если ему понравилось наверное доставить но и это чувствуется всегда когда хороший сюжет какая-то и хорошая история хорошая идея истории всегда как правило чувствуется и твоя претенциозность как автора да она сразу уходит на задний фон ты прям понимаешь блин это реально это интересная интересная история которую можно если правильно рассказать да при грамотном сценарии так называемым то она понравится всем и все как бы поаплодирует касается вот этой претенциозности в чем мысль мера кажется что все из нас кто ну занимается я буду курить как это проиграть не знаю наверно в кино может быть что-то по-другому эти только те кто книги пишут тоже наверно по-другому немножко формируется история ну-ка ты думаешь об игре когда ты думаешь как бы что за игру сейчас делаю да ты может быть уже определился с механиками с персонажем с миром с каким-то общим лором но сама история как бы не идет никак и многие начинают делать игру и история как бы у них придумываются по ходу игры зависимости там тоже от игровых механик игровых ситуаций локаций и это тоже нормально я так все предыдущие две игры делал собственно я бы сказал что софт это первая игра в которой сюжет родился раньше чем сама игра в таком она эти васянском стиле как там куча людей там считают что раз у них есть идея игры то они будут сейчас главным гейм-дизайнером гейм-директором мне нужно в команду там программист аниматор моделист композитор а я буду всеми командой то что идея игры моя вот у меня это вообще первый раз такое и по поводу претенциозности претенциозности все хочу вернуться очень часто кажется что любая история который ты придумаешь для игры ящик прогулы про игровую индустрию она всегда кажется что ты можешь причесать и она будет крутой так или иначе в любом случае на самом деле мне кажется это не так и вот нужно себе честно признаваться эта история просто норм типа ок для тебя или ты прямо объективно чувствуешь что в ней есть интересность то есть прямо вот интересность и насыщенность какая-то может быть новаторство некое я вот почувствовал это первый раз только с сэлф лоссом предыдущие игры в них сюжет рождался в ходе разработки и он был как бы для меня возможно глубокий но по чесноку ничего особенного и мне кажется важно всем как можно быстрее осознать что скорее всего очень быстро к вашей игре не придет какой-то гениальный сюжет с первого раза всякое бывает у некоторых получается я знаю таких людей у которых есть игры с хорошим сюжетом и у них это первая игра про музыку про музыку я наверное сделаю именно про больше запись музыки и звуков я сделаю отдельные в отдельном дифлоге это расскажу но если вкратце то я записываю все на электроакустическую гитару электрическую гитару просто через внешнюю звуковую карту там используя гитарки к фл studio еще у меня меди клавиатура есть да но она сломалась по ходу я его перевозил с одной квартиры другую и там что-то отвалилось и теперь она не работает очень грустно но я не тороплюсь покупать но не знаю не охота что в сэлф лоссе я не планировал чтобы использовать клавишные какие-то такие вещи для которых нужна клавиатура меди вот и как бы все делается почти все смычком но опять про инструменты этого как к этому подхожу уже я расскажу в отдельном видео вот в плане звука я до сих пор и музыки я до сих пор такой человек который делает все слегка на на пофиг да на самом деле можно и матом выразиться насколько настолько мне бывает неважно может быть качество звука или какая-то формальная правильность записи но всегда я если я сижу сочиняем на мелодию саму я всегда супер упарусь я могу вам это искренне сказать то есть я именно ищу всегда какую-то искренность и то что называется в кавычках душой да вот душа когда вы слушаете трек и чувствуете блин с душой вот мне всегда хочется какой-то перенести эффект с душой но за качество сама может пострадать и за это извиняюсь но пока что я не уверен что данном этапе развития себя как художника то я хочу это особо исправлять или тратить время на это исправление потому что если это так будет делать я боюсь уйти на больше музыку и забыть немножко про игру ну вот и вообще до игр тоже занимался музыкой и на просто записи треков и там был меня маленький паблик в котором там сидела 50 человек и на тело той чушь которая записываю это мне очень радует может быть когда-нибудь я к этому опять вернусь но параллельно играм то есть игры не не взамен игры такие дела мне кажется я все сказал по поводу пайплайна я наверное хотел бы отметить самое важное самое абсолютно важная мысль того всего что я сегодня наговорил то что по такому паттерну вообще по всем этим вещам которые пунктом я рассказал да я делаю всего лишь пятую игру и ни одна из этих игр не стала сумасшедшим кем-то хитом да и вообще каким хитом она не стала и я вся даже и всегда всю жизнь когда я при мне много было академической преподавательской деятельности и на различных курсах и вот в университете я всегда говорю всем студентам всем ученикам что особенно в геймдиве и вообще по факту в любой творческой дисциплине никогда вообще не надо прислушиваться на сто процентов к советам других людей которые как бы занимаются этим же до какой творческой деятельностью фишка творчества вообще любого творческого процесса вот в этом уникальном пережитом личностном опыте которые потом трансформируются вот в творение а не в то что вы послушали других людей которые что-то тоже свое сделали и использовали их наработки в плане там подходы к работе и к работе имеют или какие-то взяли как референсы их работы и сделать что-то свое это можно делать чтобы помочь себе но не нужно 100 процентов воспринимать это как истину или как секретный какой-то способ сделать что-то или куда-то продвинуться как-то спрогрессировать всегда если вы чувствуете что любой человек вот по моему опыта когда я присутствует на чужих лекциях по геймдиву именно даже в снг вот если человек слепо что-то утверждает пусть он даже с компетенциями но если он тёрдо говорит что типа делайте так это 1000 процентов блять работает не надо никак вообще верить и слушать этого человека скорее всего не надо скорее всего он ничего-то в жизни толком и не сделал и вот те как раз люди которые дофига всего сделаны они очень всегда осторожно говорят о всех творческих вещах творческих процессах особенно когда это какие-то success story это отдельная вообще тема по поводу success story ошибка выжившего да не стоит никогда заострять на их внимание есть хорошее выступление с какого-то gdc мне кажется очень старого года 2016 от одного из менеджеров или маркетологов devolver digital где он как раз таки опровергает вообще все эти вещи он там тоже говорит мудрую мысль о том что многие инди-девелоперы мечтают попасть издаваться под devolver digital да потому что ну что сделать его диджитал они сделали hotline майами hotline майами 2 ну там еще несколько игр я даже я честно я не знаю каких при этом я и не фанат этой студии этого издателя и он говорит о том что типа он тоже так в зал спрашивает вопрос о том типа назовите поднимите руки кто какие игры вы знаете и там как бы все тоже говорят там hotline майами и другие прочее есть несколько известных и он говорит что типа блин а dior digital там начиная с года своего существования активного ткани начали там пиар такие всякие агрессивные кампании вести веселую мы выпустили там типа 160 игр и он говорит и он начинает называть название и пройти игры вообще никто не слышал я заходил steam там обзоров вообще на некоторых на некоторых на некоторых позициях обзоров вообще почти нет то есть эти игры вышли просто и камлю тут же в забвении и они нормально сделан и это dior digital как бы у которых есть уже фан-база определенная есть куча подписчиков самой страницы steam а есть куча подписчиков твиттерах и так далее то есть видите к чему как бы приводит вот эта слепая вера в то что кто-то что-то знает секрет и кто-то активно что-то промоутить может и вот этот чувак the world digital будет классно сделал что застрел это мысль что может быть вообще вам и не нужно какой-то ну там там была конкретно тема про издательство типа он говорил что может быть вам и не нужно издатель потому что это ничего не гарантирует вообще какой бы издатель офигенно не был и может быть какая игра бы сама крутая не было и но в моем конкретно контексте тоже чем говорю какие-то советы дают то есть это то же самое касается и советов во всем в геймдеве не надо никого слушать на сто процентов послушали такой для общего развития вы скорее всего как то опыт получите просто послушав меня даже всю эту фигню которая говорю но думай что это какая-то истина и повторять это и думать что это может быть вам от этого станет легче работаться там не стоит не стоит мне кажется сюда нужно по своим граблям и идти и я устраюсь в жизни всегда по своим граблям потому что это кайфово классно чувствует что ты где-то врезаешься и преодолеваешь себя они преодолеваешь чужие в общем грабли такие дела спасибо то что посмотрели этот выпуск я бы хотел тоже такое еще объявление сделать мне вообще очень хочется сделать стрим игровой летсплейный по каким-нибудь играм но пока что на примете только старые гарри поттер с пк и metal gear solid как заявка пришла опять эти стримы все откладываются потому что я времени мало но я бы хотел провести с таким уклоном в геймдизайн то есть не просто играть ха-ха но я не умею так вот а именно разбирать во первых ностальгировать гарри поттерами вообще ностальгическая тема и как игра мне кажется это какой-то пропущенный шедевр вот и разбирать игровые механики которые используются особенно старых это очень интересно играх анализировать с таким взглядом в прошлое как это все эволюционировалось в нынешние игры вот такие дела поэтому если вам будет это интересно стрима обязательно тоже как-нибудь в комментариях отметьте типа блин да стримы надо или наоборот фу стрима говно лучше дальше разговаривать просто чисто про такие вот формальные технические вещи из разработки ну технически в плане как делать игру да в целом вот все теперь точно все спасибо что были пока всего хорошего я не буду сразу включать